Проведение областных родительских собраний в начале учебного года уже некая традиция. В них принимают участие представители родительских комитетов школ, которые в свою очередь передают информацию другим родителям. Министерство просвещения также приглашает сотрудников правоохранительных органов и представителей власти. Потому что родители, еще раз повторюсь, это главные наши и помощники, и соучастники, и те люди, которые нас поддерживают. Сегодня мы на родительском собрании будем говорить с родителями со всей области. У нас на связи 24 муниципалитета, в студии присутствуют представители родительских комитетов всех школ города Ульяновска. В начале собрания большое внимание уделили вопросу формирования образовательных пространств. Ежегодно по нацпроекту образования в регионе открываются новые современные площадки дополнительного образования. Кроме секций и кружков для ребят становятся доступными школы радиоэлектроники и робототехники, IT-кубы и кванториумы. Мы оснащаем школу современным оборудованием, открываем центр «Точка роста» в сельских школах. У нас создаются возможности для дополнительного образования. Мы открываем IT-кубы, кванториумы. У нас в этом году и IT-кубы и кванториумы открыты в 6-й и в 74-й школе. Кроме того, с родителями провели интерактивную игру в формате внеурочного занятия «Разговор о важном». Проект внедрили для школьников в прошлом году. «Разговор о важном» проводится во всех школах страны по понедельникам. Темы занятий связаны с ключевыми сферами жизни человека в современной России, памятными и юбилейными датами. В этом году мы решили попробовать провести фрагмент занятий внеурочного занятия «Разговор о важном» о наших родителях для того, чтобы по итогам мероприятия каждого понедельника они смогли дома обсудить те внеурочные занятия, которые проводили в понедельник непосредственно. И вот сегодня будет родителям представлен фрагмент для того, чтобы было понимание, о чем разговаривали дома с детками. Обсудили также вопросы безопасности детей в школах, правильно оборудованные дороги к образовательным учреждениям и школьные маршруты.